Донбасс, Донбасс, Донбасс 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 модернизацию, если не техники, поскольку пока это еще связано с экономическими вложениями большими, но хотя бы технологических процессов на производстве, которые позволят в достаточно быстрые сроки поднять промышленность Донбасса. Наши факультеты, инженерно-машиностроения, металлургические, горные, горноэкологические факультеты, в принципе все наши ученые ориентированы именно на Донбасс, на работу с нашей промышленностью. Меня разыскали по фейсбуку люди из России, которые нуждаются в наших специалистах. Фирма, я не буду называть фирму, которая будет строить крупный промышленный металлургический гигант в Казахстане, это российская фирма, она нуждается в наших специалистах именно по металлургическому оборудованию. Но наша наука востребована и она будет востребована, и я думаю, что большинство, скажем так, процентов 80, по моему общению с сотрудниками, с коллегами, процентов 80 не планируют уезжать ни в какие красноармейские, ни в какие другие вузы, ни в Жмеринку, ни в Бердичев. Мы останемся здесь, мы будем работать на Донбасс, это наш вуз, это наша родина, мы будем с ним работать. С точки зрения права проведения выборов, сам факт избрания Верховного органа власти – важная часть легитимизации правительства, – сказал юрист Дмитрий Нейло. Необходимо принятие законов с целью организовать защиту в правовом поле, особенно это важно для незащищенных слоев населения. Рамиль Задмыханов, независимый журналист и просто житель города Донецка, рассказал присутствующим о том, что жить в таких условиях, в которых находятся люди в ДНР, невыносимо, нужен мир. Также он отметил, что пока идут опасные игры государств, угроза нависла над теми нами. И те люди, от которых зависят важные решения, должны сделать все возможное для восстановления спокойствия. Особенно важно сейчас то, что общественность и интеллигенция должны обсуждать все актуальные вопросы. Самый важный из них – как сохранить Донбасс. Также свое мнение высказал редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин. В Донецке огромное количество людей, которые из общественной сферы помогают другим людям. Это и благотворители, это и медики героические, это героические работники коммунальных служб, это героические работники социальных служб, которые, несмотря ни на что, делают так, чтобы этот город продолжал жить и в нем сохранялся его дух. Героические профессора и преподаватели в школах и вузах. И мне кажется, что этот голос должен быть услышан и миром, и в России, и в Европе, для того, чтобы всем было ясно, что у Донецка, и у Донбасса, и у Луганской народной республики, и у Донецкой народной республики огромный потенциал развития внутренний, которому мешает только война и дезорганизация, а не то, что у нас мало людей, которые могли бы работать на процветание. И как только война закончится и становится легальная, нормальная власть, мне кажется, очень важно общественности предлагать прямые и конкретные решения разных вопросов, которые будут стоять перед властями. Понятно, что сейчас во власти Донецкой и Луганской народной республики не так много людей, которые имеют большой опыт взаимодействия с мирной жизнью. Это логично, потому что эти республики родились в результате, увы, войны. И мне кажется, что очень важно сейчас, чтобы мы не сказали сейчас какие-то свои мысли по поводу выборов, а чтобы эта наша сегодняшняя встреча была бы началом большого общественного обсуждения разных проблем Донецкой и Луганской народной республики. Далее слово было предоставлено политологам Сергею Чепику и Алене Алексеевой. Мы понимаем, что, наверное, прошлую жизнь возврата нет, но выборы, которые пройдут, они, возможно, и на Украине, и в Донецкой республике, возможно, они дадут шанс политикам, те, которые будут избраны, собственно говоря, договориться между собой и с той стороны, и с этой стороны. Существует, конечно, в республике, я больше ситуацию знаю, в Донецкой народной республике очень много проблем, и именно выборы 2 ноября, они помогут решить их быстрее, потому что без законодательной базы очень трудно решать очень многие проблемы, и, соответственно, тот мандат доверия, который население дало нынешним руководителям 11 мая, его нужно подтвердить. Я хочу обратить одно внимание, что выборы, которые параллельно фактически проходят в Украине, они очень сильно отличаются от наших выборов здесь. Я бы назвала выборы в Украине «выборы без выборов». Я хочу обратить внимание, что мы сегодня строим гражданское общество. Несколько лет назад мне пришлось быть заместителем председателя общественного совета при Донецкой облгосадминистрации. Так я вам скажу, что построение общества на тот момент строилось только сверху вниз, только после решения Кабинета министров. Сейчас у нас совершенно уникальная ситуация. То, о чем здесь постоянно говорят, и говорили еще раньше, в течение 23 лет, что гражданское общество нужно строить только снизу. Вот сейчас мы это и наблюдаем. Я хочу сказать, что 10 общественных организаций, которые зарегистрированы на данный момент, это вполне нормально. Да, не все организации смогли предоставить своих кандидатов в депутат, но есть закон, и его нужно соблюдать, потому что проблема закона послушности, на которую указывают избиратели, она стоит постоянно. Я считаю, что люди достаточно осознанные у нас. Возможно, она не будет такой, как 11 мая, мы это все наблюдали. Но, тем не менее, если мы предоставим возможность и безопасность, что, кстати, в компетенции правительства ДНР, я думаю, что людей будет много. Сейчас ситуация стоит не так, что вот есть с одной стороны государство, с другой стороны гражданское общество. И вот мы, так сказать, в противовес государству устраиваем гражданское общество, неважно, так сказать, как там, сверху или снизу. На мой взгляд, сейчас ситуация совершенно по-другому выглядит. Сейчас гражданское общество строит себя и государство одновременно. Ведь чем был референдум, в ходе которого был провозглашен суверенитет ДНР и Луганской Народной Республики? Он был как раз-таки движением гражданского общества, которое начало формировать из себя новый политический организм. Собрание круглого стола группы гражданской инициативы Донбасса – первый шаг на пути становления нашей республики. Я хочу сказать, что вот сегодня мы собрались по такому информповоду, как грядущие выборы 2 ноября, но мы будем продолжать свои встречи, диалоги в разных форматах, по разным поводам, и по культурной, по социальной, по экономической жизни. Мы будем, естественно, привлекать каких-то значимых экспертов, людей с именем, людей с опытом, людей со статусом, чтобы вместе выработать какой-то подход к решению самых нужных Донбассу проблем.